Погода вторила настроению мероприятия. Небо плакало, как и тысячи россиян в этот день. Кто вспоминает ту кровавую дату? 1 сентября 2004 года в первой школе Беслана террористы захватили детей. Мы вспоминаем жертв террористического акта в Беслане. Эта дата была утверждена после трагедии, которая произошла 17 лет назад. Тогда от рук террористов погибли 334 человека. Это дети, их родители, учителя, бойцы спецназа и сотрудники МЧС. На протяжении всех этих лет, 3 сентября, мы возлагаем венки и цветы могилам погибших и памятным местам, связанных с их именами. Одно из таких мест, парк памяти детей Беслана, был создан и обустроен по инициативе отца Феофана в 2006 году в деревне Мураново. Сюда каждый год приезжают представители осетинского народа, чтобы отдать дань памяти земляков и поблагодарить отца Феофана. Дети готовят стихи и песни. Оборвались ребячьи жизни и жизни их учителей. О, люди! Вы должны служить отчизне, а не губить ее детей. Зачем стрелять ребенку в спину? Ведь он еще не начал жить. Вот мать оплакивает сына. Мальчишка взрывом был убит. Это один из самых жутких терактов за всю историю. За дня трагедии в школе Беслана прошло 17 лет. В результате теракта погибли 334 человека. Из них 186 детей, в том числе и груднички, а также родители, учителя, офицеры Альфы. Это как трагическая, так и памятная дата. И наша с вами главная задача – это память. Память, которая будет в наших сердцах о тех погибших в этой трагедии. Поэтому любим, скорбим и будем помнить вечную память. Митинг совершился минутой молчания, а после все присутствующие возложили цветы. Анастасия Спирина, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.